Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ольга Рапунцель, как опытная женщина, даёт советы другим участникам Дома-2. Она посоветовала Кате Гужвинской не торопить Вову Гаути со свадьбой. Ольга считает, что давить на мужчину нельзя, иначе он передумает. У них с Димой Дмитренко была очень похожая ситуация, но Рапунцель вовремя взяла себя в руки. Смотря на советы, Гужвинская выдвинула ультиматум Вове. Или он делает ей предложение, или же они расстаются. Влад Кадони впервые вышел в прямой эфир Инстаграма и ответил на вопросы поклонников. В этом году Кадони собирается связать себя узами брака с любимой женщиной. Ходят слухи, что на Сейшелы прибыл бывший супруг Марии Кахно. Он собирается целый месяц отдыхать на соседнем острове, и вряд ли это совпадение. Антон Шоки возмущен поступком Вики Комиссаровой. Ребята, подскажите, что значит, когда девушка принимает цветы от неизвестного ей чела и тащит их в дом, где ее бывший? Кто она после этого и как с ней поступить? Как вы помните, недавно редакция Дома-2 порадовала сообщением, что в течение этого года на проекте будет целых пять свадеб. Затем стало известно, что Кузины так и не определились с датой, потому что свадьба может и подождать. Первым делом жилье. Рапунцель и Дмитренко заявили, что свадьбу, которую они запланировали на июнь, придется перенести, потому что цены такие зверские, и они могут не успеть собрать деньги. Костя Иванов тоже решил со свадьбой не торопиться. Он хочет, чтобы Чуев сначала вернул ему долг. Чуев тоже решил не спешить, потому что прежде чем жениться, нужно достроить дома, а затем вернуть долг Косте. Состоится только свадьба Тата Абрамсон и Валера Блеменкранца, потому что деваться им некуда. В недавнем эфире зрители могли увидеть маму Марии Кахно. Ксения Бородина сказала, что она очень долго уговаривала Ольгу Дмитриевну Иванову принять участие в ток-шоу. Она произвела очень хорошее впечатление на зрителей, и между Машей и ее мамой очень тесная духовная связь. Ольга Дмитриевна даже плакала на ток-шоу, потому что она переживает за дочь, за ее жизнь и отношения, и все ее слезы и слова – это не игра, не спектакль, и не позерство. В сети ходят слухи, что Алена Ашмарина и Илья Григоренко, которые недавно расстались, хотят вернуться на Дом-2. Якобы Григоренко получил предложение от организаторов вернуться в периметр и решил им воспользоваться. Ну а вслед за ним, как это уже когда-то было, придет и Алена Ашмарина. Долгое время Саша Артемова утверждала, что она за натуральную красоту. А теперь появились доказательства того, что девушка пользовалась услугами косметолога, к тому же не совсем удачно. На одной из фотографий видно, что весь лоб Саши покрывает странные шишки и бугры. К такому эффекту могли привести неудачные уколы ботокса, которые делал явно не профессионал. Одну из версий развода Ольги Бузовой и Димы Тарасова подтвердила ее подруга. Она написала, что у них давно были ссоры на почве того, что Оля не хотела детей. Тарасов же был уже давно готов к полноценной семейной жизни. Они очень много ссорились, скандалили и в итоге Тарасов пошел налево. Оля подозревала об измене последние месяцы и потом они со скандалом резко разорвали отношения. Изменил он действительно с той самой молодой моделью. Алиана Устиненко написала о том, что многое переосмыслила. Девушка хочет вернуться к естественной красоте. Она больше не будет наращивать волосы, ресницы, ногти. Также думает свести все свои татуировки. Также Алиана уже полгода не ест мясо и не пьет алкоголь. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.